На станции Хрустальная произошел крупный пожар. Там полностью сгорел частный дом, где жила пожилая супружеская пара. А все их имущества, включая документы, сгорело. Жить пенсионерам негде. Временно их приютили соседи. Продолжить тему наши корреспонденты. Жилой дом сгорелся в 16 часов. Владелец дома Анатолий Аникин успел вывезти из горящего дома жену и пятилетнего внука. Отогнать машину на безопасное расстояние. По словам пенсионера, огонь вспыхнул из-за неисправности генератора, который стоял в бойлерной. Ничего нет. Все сгорело. Все сгорело. Мужчина попытался сначала сам потушить пламя, но деревянная постройка вспыхнула просто моментально. К месту были стянуты 4 пожарные машины, 10 человек личного состава. Сбить пламя удалось только спустя час. Еще 4 часа потребовалось, чтобы пролить и разобрать завалы. По прибытию первого подразделения и во время следования поступали много звонков, потому что плотная застройка. И автоматически был поднят пожар до одного и двести. И к местному уже направились вместо 2-4 автоцистерны. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожарные смогли отстоять дома соседей. Но сгорели заборы и теплицы. Сейчас пенсионеров жалеют всей улицей. Дом отлили, а человека жалко просто. Куда он сейчас 70 с лишним лет? Как жить дальше? Соседи как-то думают? Не знаю, может поможем. Да поможем, конечно, и деньги сложимся. И вещами все равно надо выручать друг друга. Правильно? По закону, если случился пожар и огонь уничтожил вещи, документы, деньги, пострадавшие могут рассчитывать на временное жилье. Для этого нужно обратиться в жилищный отдел администрации города. Если у граждан, которые пострадали от пожара, это единственное жилое помещение, то в данном случае может быть предоставлено жилое помещение из специализированного жилищного фонда временно на период восстановления прежнего жилого помещения. Деньги, документы, ценные имущества сгорели в огне. К счастью, в этом пожаре никто из людей не пострадал. Из огня успели вывезти даже любимца семьи Мухтара. Жители станции «Хрустальная» планируют организовать сбор средств для пожилой пары. Телефон человека, который организовал помощь, сейчас на экране. Николай Свердлов, Никита Нехорошков и Александр Захаров. Новости Первоуральск.